Концентрированное моющее средство, жидкое кусковое мыло, постельное белье, спецтехника. 63 регион продолжает помогать пострадавшим от паводка. Неравнодушные собрали тонны гуманитарной помощи. 11 машин спецтехники отправятся в муниципалитеты губернии и Оренбургскую область. Первое – осушить, второе – вымыть и третье – перейти уже к следующим стадиям восстановления того, что попало под воду. В этом особенно помогут насосы и тепловые пушки. Их предоставила Федерация профсоюзов Самарской области. Все проблемы можно пройти, если вы вместе, если чувствуется плечо, плечо земляков, которые помогают. Мы благодарим членов палаты, которые помогают нам, и мы осуществляем помощь тем людям, которые нуждаются в этой помощи. Федерация профсоюзов, союз женщин, торгово-промышленная, нотариальная, общественная палата. Для помощи пострадавшим сплотились все организации Самарской области, присоединились даже другие регионы. Мне хочется отметить, что вот мы сейчас грузим 200 килограмм концентрированного моющего средства от Новосибирского завода бытовой химии, которое производят на нашей территории, кстати, и налоги здесь платят. И они вышли с инициативой 3,5 тонны передать нашим пострадавшим от паводка муниципальным районам. Вот он, мы уже загрузили. Наша площадка находится также в Самарской области производственная, и мы не могли остаться безучастным и отправили эту гуманитарную помощь людям. Помимо этого загрузили и кое-что для детей – одежду и игрушки. Я обращалась к нашим коллегам в Оренбургской области. Безусловно, конечно, там есть необходимость поддержки, конечно же, матерей, с детьми. Мы, в свою очередь, тоже оказали, приняли такое решение оказать помощь. Была тоже направлена от нас адресная помощь Союзу женщин Оренбургской области. И мы передавали и игрушки для того, чтобы каким-то образом этим деткам тоже какое-то настроение создать. Потому что мы понимаем прекрасно, что сейчас тяжелее всего детям, которые находятся вне дома. Здесь именно за счет синергии взаимодействия Общественной палаты, Федерации профсоюзов, Нотариального сообщества, Торгово-промышленной палаты и Союза женщин, особенно предпринимательского сообщества и Народный фронт рядом с нами находится, мы смогли быстро, буквально в течение нескольких дней это организовать. И мы сегодня понимаем, насколько это важно. По информации Главного управления МЧС России по Самарской области, потопленными остаются 4 моста, 173 дома и более тысячи приусадебных участков. В Богатовском районе введен режим «Чрезвычайная ситуация» и еще в 12 муниципалитетах повышенная готовность. И ситуация улучшается с каждой минутой. Но люди не остаются в стороне. Вся необходимая помощь по мере поступления заявок будет отправлена. Екатерина Лесная, телеканал «Губерния».